Включаю запись. Так, добрый день все. Сегодня вы присутствуете на вебинаре «Простые шаги, приводящие к успеху». Компания Skywalk Community. Я вижу, что есть те люди, которые были на прошлом вебинаре. И я рада вас видеть. Вы все получите все записи. Самое главное сейчас – концентрироваться на данном вебинаре. Как я и обещала, сегодня я буду говорить о коммерческой встрече. И также о шагах, которые приводят к успеху в области продажи. И, конечно же, и организации встречи. Я хочу спросить, есть ли те люди, которые недавно вошли в партнерскую программу Skywalk Community. Есть ли такие люди, кто недавно вошел? Ну, буквально, может быть, месяц, может быть, пять месяцев. Вот такой промежуток. А есть те люди, которые уже давно в нашей, в этой теме, уже в компании. На кого ориентироваться мне, чтобы я более глубже разворачивала те темы, которые вам наиболее будут близки. Да, напишите. Пока вы пишете, я буду говорить. Итак, сегодня план наш такой – выбор методов построения бизнеса, понимание продажи и построения сети, проведение эффективных встреч, материалы для встречи, рекомендации из опыта. Это то, чему сегодня я буду придерживаться. И также я подготовила слайды, направляющие, чтобы вы запечатлели для себя. Ну и, конечно, вы можете взять для себя ручку, тетрадь и следовать за моей мыслью и себе отмечать. Так, метод от продажи. Те люди, которые входят в Skyworld Community, в наш проект, те люди, которые вошли от продажи, то есть вам предложили инвестиционный пакет, вы его рассмотрели, приобрели. Только потом вы открыли для себя мир возможностей. Это один этап, который вошел у вас в память. Мы начинаем это понимать и воспринимать, что здесь необходимо таким образом действовать. И такое действие очень часто приводит к тому, что мы также и действуем от продажи, метод от продажи. Мы говорим о том, чтобы человек приобрел инвестиционные пакеты, что это выгодно и сразу же приводим аргументы для продажи. И чему здесь мы следуем? Мы следуем совершенствованию техники продаж. И те люди, которые слушают нас и говорят, ну хорошо, следом, когда они слушают о возможностях, они говорят, но я не могу действовать так, как ты. Я не умею продавать. И в этом иногда наступает стопор, что люди, они не продают и они сопротивляются, что они также должны действовать, совершенствоваться в области продаж, совершенствоваться в области такой мощной коммуникации и так далее. И людей, которые любят продажи, людей-продажников от природы, может быть, в мире, может быть, процентов 10, процентов 20 тех людей. Остальные учатся этому моменту. Поэтому, если мы говорим с людьми только методом от продаж, мы ставим для себя границы. Поэтому для того, чтобы действовать в нескольких направлениях и затрагивать большую аудиторию, нужно рассматривать также методы и обучаться методам. Метод от возможности. Что входит в метод от возможности? Это строить, это возможность, возможность заниматься бизнесом. Возможность строить сеть партнеров и клиентов. Также можно добавить по всему миру возможность выходить на постоянный метод, способ дохода. Возможность также создавать и иметь лидеров в разных странах, как они есть у меня. Также можно говорить о возможности ставить амбициозные цели и также иметь карьерный рост. Ну и, конечно, есть еще разнообразные возможности в нашей компании. Возможности получать различные бонусы, путешествовать с компанией, обучаться на международных конференциях. И когда, допустим, вот мой пример, когда я беседую с человеком, то я раскрываю именно мир возможности. И в социальной сети, допустим, я также могу демонстрировать мир возможности. Мир возможности. Особенно через собственное путешествие, через обучение, где я побывала, что я видела, через свое настроение, через свое мышление. Я показываю, что есть возможность, куда есть возможность войти, присоединиться к огромному международному объединению Sky World Community. И буквально позавчера была такая беседа у меня со знакомым человеком. Она говорит, эта девушка говорит, Наталья, а чем вы занимаетесь? Я вижу, вы там путешествуете, вы о чем-то пишете, об экологии и так далее. Я говорю, о, это очень такой красивый, интересный разговор. Давай мы с тобой встретимся и пообщаемся за чашкой кофе. Она говорит, да, ну давайте. То есть, и конечно, о чем будет речь? Конечно, будет речь о многих аспектах, да, о многих аспектах. А особенно о той возможности, и будем исследовать ту возможность для человека, да, который, которая тронет именно его. Итак, следующий метод, когда люди входят в Sky World Community, в наше объединение, да, это метод от вдохновения. Это очень действительно метод, который легко передавать с помощью эмоций. Это помощь себе и семье, это помощь людям, это помощь планете, это мечта о лучшем мире. Людей это очень трогает. И именно поэтому люди включаются, они включаются в разные объединения, в разные сообщества, в разные, даже многие люди, они объединяются в разной партии, когда ставится какая-то определенная задача. И это идет, создается эффект единомышленников. Эти люди, они объединены какой-то единой целью, единой мечтой. Это называется метод от вдохновения. Ну и, конечно, когда человек вдохновлен, когда он внутри имеет такую страсть, то ему легче здесь ставить амбициозные планы на бизнес, да. Он делает продажи здесь легко от вдохновения. Он может просто затрагивать людей с помощью эмоций, да, эмоций, те, которые его переполняют. А потом уже, позже разбираться в аргументах, да, поддерживать аргументами ту речь, которую он несет. Люди принимают решения часто, люди принимают решения на эмоции. И, конечно, они в этот момент логически не размышляют. Они действуют от такого творческого метода, да, от образов, те, которые они видят, вдохновляются образами транспорта, образами лучшего мира. Это образное мышление. Таких людей очень много. Вот почему нематериальная польза так является ключом при убеждении. Мы сейчас, я сейчас говорю, да, о техниках убеждения, но в дальнейшем, конечно, я могу их еще раз коснуться. И сейчас мы будем переходить к определенным алгоритмам общения, к алгоритмам того, что человек встает на вашу сторону. Он начинает поддерживать, поддерживать вашу идею, которую вы несете. И дальше он включается и становится партнером вашим. Я взяла именно классический треугольник коммуникации из классического менеджмента. Это то, что касается, это то, с помощью чего вы сможете всегда в любом деле и в жизни, и в бизнесе, и в том деле, в котором вы занимаетесь, даже в том деле, в котором вы несете профессии, в будущих каких-либо делах, вы всегда будете возвращаться именно к данному классическому треугольнику. Что это такое? Исследуем, первое, да, это цель. Исследуем предстоящую встречу. Нет, подождите, это не то, да. Мы ставим, да, ситуация у нас. Цель, ситуация, да, инструмент и переговоры. Исследуем предстоящую встречу. Идет у нас сбор информации. Что это такое? Люди, с которыми вы будете общаться. Какие у них ожидания, позитивные или негативные? В каком месте, в какое время будут проходить переговоры? Каковы правила, законы, да, протокол, коммуникации в этой среде? В общем, хочу вам привести такую небольшую историю. У меня моя первая линия, это мой партнер Анна, пригласила на чай, на кофе со своими знакомыми. И вы знаете, ошибка моя была в том, что я не расспросила её, что из себя представляют твои знакомые. И я с радостью стала собираться, я собрала свой компьютер, у меня масса всяких материалов. И, в принципе, я считала, что если есть у меня материалы, значит, у меня есть подготовка. Хорошо, отлично. И когда мы пришли на встречу с её знакомыми, друзьями попить чашечку кофе, это было у них в офисе, то я с ужасом для себя поняла, что этот человек, он является ведущим архитектором. И этот человек, у него есть, он знаком с технологией Skyway, и у него есть те вопросы, к которым я просто была не готова. Но представьте себе, и мне приходилось ему под нос давать материалы, ставить какие-либо ролики, записывать его вопросы, и он чувствовал моё внутреннее волнение. Конечно же, я справилась на мой, но он не вошёл, не вошёл, он не стал клиентом. И я думаю, что следующий мой подход, это будет уже моя следующая подготовка и индивидуальный звонок данному господину. В чём был мой промах? Я не узнала, какая профессия у данного человека. Я не подготовила себя морально, потому что есть люди, которые в некоторых профессиях, таких инженера, строители, архитекторы, транспортники, вот, они задают совершенно иные вопросы, нежели педагоги, художники, врачи, домохозяйки и так далее. То есть мир, он делится на творческий подход и на логический. И в этом мы с вами также должны подготовиться и совершенствоваться. Так, в каком месте? Вы знаете, в каком месте сделать встречу? Я считаю, что здесь уже не принципиально. Мне нравится подходить в офис, допустим, к людям, те, которые имеют возможность принять к себе. Я могу встретиться с человеком в тихой кофейне. Я могу встретиться там, где есть хороший интернет, где есть отдельные столики, где можно взять просто чашку кофе и ни в коем случае не заказывать обед. Я могу встретиться на своей территории, пригласить к себе домой. У меня есть просторный кабинет. Я также имею возможность прийти в гости к людям. То есть у меня нет принципиальной такой встречи, только так, а не иначе. А сейчас, конечно, участились встречи онлайн. И вы знаете, почему мир такой, что мы должны учиться проводить онлайн-встречи. Правильная формулировка цели, цели нашей встречи. Еще одна составляющая успешных переговоров – это грамотно сформулированная цель. Поставить ее можно, ответив на следующие вопросы. Что эти люди должны делать после общения? Вот вы провели общение, да? Что дальше они? То есть вы направляете. Чтобы вы хотели, чтобы они делали. То есть вам необходимо ставить определенную такую цель, что следует за той информационной встречей, какой вы преподнесли. Что бы я хотел, чтобы они сделали? Формулировать цель лучше в виде существительного. Записывайте себе обязательно в блокнот. Открытая разручка. Дальше. Регистрация нового партнера. Назначенная встреча. Допустим, вторая встреча с этим человеком. Рекомендации. То есть в любом случае у вас, вы со встречи не уходите с пустыми руками. Обратите внимание. Постановка цели вашей, да? Речь именно о результате, а не о действии. Действие. Что значит действие? Допустим, какое действие. Допустим, зарегистрировать нового партнера. Или поговорить с человеком о новой технологии. Некоторые люди ставят именно такую цель. Поговорить с новым человеком о новой технологии. И да, вы осуществите такую цель. Вы поговорите с ним. И это будет у вас, эта цель, чисто подсознательно, поставленная цель, она будет срабатывать. И потом вы увидите, когда останетесь одни, что же произошло. Какова же цель была общения? Ну, поговорили. Я всегда ставлю цель. Цель, если встреча произошла такая, что человек не зарегистрировал рассрочку, да, не открыл ее, то я прошу у человека рекомендации. Я всегда открываю блокнот и записываю их. Или я назначаю встречу, еще одну встречу, но со своим грамотным экспертом, партнером. Я обговариваю этот момент с человеком. И, вы знаете, у меня есть список, список людей, с которыми мы еще раз встретимся, или оффлайн, или онлайн. Есть у меня те люди, с которыми я знакомилась. Знакомилась где-либо на семинарах. Те семинары, которые проходили или по продажам, или семинары по личностному росту, или это были нетворкинг-семинары. Это, возможно, какие-то крупные мероприятия. Мы всегда обменивались визитками. И всегда я, когда давала свою визиточку, всегда в обмен на ту визитку, которую мне дает человек. Всегда брала визитки. И всегда говорила человеку, можно ли вам позвонить, какое удобное будет время. Возможно ли на следующей неделе. Говорит, да, хорошо, звоните. Запомните меня, пожалуйста. Меня зовут Наталья, я буду звонить. И я сделаю вам очень интересное предложение, если вы не против. Те люди, которые дают визиточку свою, они говорят, да, конечно. Потому что они так же, как и я, могут поговорить и установить контакт, спросить у меня рекомендации для своих услуг. И для некоторых из этих людей, с кем я общалась, я порекомендовала в их бизнес, допустим, это маникюрный салон или там какой-либо магазин, а также своих знакомых или родственников. То есть мы обмениваемся, можем обменяться услугами, они идут навстречу. И я всегда для себя ставлю цель. Так, инструменты. Так вот, сейчас идут инструменты какие? Некоторые люди думают, ага, сейчас будем изучать инструменты. Тело, контакт глаз, мимика, жестикуляция, позиция тела. Голос, темп, громкость, четкость, интонация, пауза, стиль. Слова, словарный запас, умение импровизировать, речевые заготовки, текстовые структуры, атрибуты, одежда, документы, часы, наглядные материалы. Так вот, тело очень важно, конечно, при личном контакте, при личной встрече. Если говорить при встрече онлайн, то здесь вы видите, что это говорящая голова. Но однако же голова, она все равно в любом случае должна быть прибрана. Вот. Голос. Темп, громкость, четкость, интонация, пауза, стиль. Друзья, разрабатывайте четкость, делайте паузы. Потому что голос, вы знаете, есть люди, которые обладают, обладают голосом, которых хочется и хочется слушать. Если женщина, то учитесь голос делать более глухим, более низким. Потому что именно этот голос, он воспринимается в деловой среде. Очень высокий голос, очень высокие нотки в голосе, они воспринимаются, может быть, 5-10 минут максимум. Максимум. Дальше, к сожалению, человек закрывается. Слова. Умение. Здесь, вы знаете, очень часто люди, которые говорят с юмором, импровизируют, их легко слушать. Речевые заготовки, текстовые структуры, это относится к скриптам. Если вы их сделаете более человечными, очеловечите, то их легко выдавать, как за обычный свой стиль разговора, через онлайн можно. Также это можно заготовить какие-либо заготовки, такие как маленькие презентации, мини-презентации, буквально 1-минутки презентации, их выучить. Когда ты их учишь, таким образом, таким образом ты спокоен. То есть, эта презентация в лифте, когда ее можно выдавать с легкостью, а не думать, что же мне сказать, и вдруг на полусловие сказать «ээ» встречаются такие моменты. Да, есть атрибуты одежды, документы, часы, наглядные материалы. Ну что ж, одежда, конечно, в любом случае одежда должна быть деловая. Для женщин хочу сказать, что пойти навстречу в коротком сарафане или с открытыми плечами, это не стиль деловой. Для мужчины, допустим, одеть шорты, сандалии, это даже летом на деловую встречу, это также не приветствуется. Вот, одежда, она может быть скромная, чистая, опрятная, но смотрите, чтобы были руки закрыты, чтобы все подобрано по цвету, неярко, при глушенных тонах. Ну и каковы документы? К этому мы придем. Вот, часы. Вы знаете, часы на сегодня необязательны, потому что очень многие люди, они носят с собой смартфоны. Смартфоны здесь, они также обладают функцией часов. И когда вы проводите встречу, ставьте напоминалку, сколько времени вы проводите. Допустим, если вы сказали человеку, что встреча, она будет в течение 30 минут, поставьте таймер 30 минут и попытайтесь уложиться. А дальше вы уже переходите на ответы и вопросы. Наглядные материалы стоит с собой брать. Чтобы наглядные материалы, вы можете распечатать 100 вопросов, 100 ответов, чтобы дать человеку почитать. И это можно с этим человеком цель также в конце забросить, встретиться еще раз, чтобы забрать эти материалы. И в таком случае договориться, что он их почитает, рассмотрит, те вопросы, которые у него возникли еще. Дальше вы можете привести еще какие-либо аргументы. Материалы я также наглядные могу человеку оставить для того, чтобы встретиться с ним, если человек еще не принял решение, но он гарантирует посмотреть, разобраться и так далее. Хочу вам еще сказать, что наглядные материалы я покупаю. Покупаю на конференциях книги. Книги для меня очень... Я инвестирую также в наглядные материалы и в книги. Вообще я человек, который понимает, что инвестировать в инвестиции должна быть не просто-напросто в пакет, но еще и в бизнес. В каком еще плане? Книги. Я подписываю книги, подписываю книгу, допустим, одному из моих авторитетных людей, того человека, которого я очень ценю, уважаю, того человека, который имеет огромный список, может быть, багаж деловых клиентов. Может быть, это человек, крупный лидер компании сетевой. Или это человек, который работает... деловой человек, у него свой собственный бизнес. Что я делаю? Я спрашиваю человека его адрес или доставка СДЭК есть, да? И говорю, что я тебе отправляю подарок. Я отправляю подарок. Формирую на почте или в СДЭК почте или почта России. Формирую красивый конверт. Вот. И отправляю книгу «Небесные дороги Юницкого» или его монографии. И человек, когда получает, он может почитать. Таким образом, я выслала три книги. И все люди с этими книгами, когда они стали их читать, они все стали партнерами и стали развивать бизнес. Это тоже один из инструментов, который вы можете взять для себя. Взять для себя даже два человека, которые говорили, что нет, у меня нет лишних денег, чтобы инвестировать. То есть я не собираюсь там что-то с этим делать. Вот эти два человека, они инвестировали, один из них развивает структуру. Так, рекомендация перед первой коммерческой беседой. Вспомните те люди, которые были на моей прошлой конференции. Вспомните, о чем была речь. Я коротко напомню. Я делала звонок своей приятельнице или своему знакомому. И говорила, что я могу выслать вам деловое предложение. Или я просила совет ознакомиться с тем делом, которым я занимаюсь. И рекомендации для тех людей, которые хотят работать удаленно или хотят увеличить свой доход. Итак, давайте мы вернемся к этому предложению. Я буду рада написать об этом предложении. И вышлю вам его по электронной почте. А сейчас давайте просто договоримся о дне, когда вы его посмотрите. И тогда вы можете, и тогда мы можем созвониться и детально рассмотреть его. То есть предложение. А дальше я определяюсь последующими шагами. И говорю человеку. А дальше мы с вами можем определиться с последующими шагами. Как вы на это смотрите? Как вы на это смотрите? Вот. И высылаю короткую презентацию. На что я рассчитываю, высылая данному человеку? Если я говорю человеку о возможности инвестиций, то я, конечно же, высылаю короткую презентацию о инвестиционном предложении с приложением видеоролика компании. В конце я поставлю этот видеоролик, презентацию. Вы его посмотрите. Вот. Я выстраиваю это предложение, чтобы человек мог его прочитать в течение максимум одной минуты. Это максимум. Или, может быть, человек быстрее читает, может быть, 30 секунд, все, и он проглотил. Да, он получил для себя наглядность. И дальше он рассматривает видеоролик две минуты. И я могу выслать свой собственный лендинг, свою ссылку. И эту ссылочку, я так думаю, что он на эту ссылочку не войдет. При первой отправке они обычно не входят на эту ссылку, но они внимательно смотрят, в смысле он не зарегистрируется, но они внимательно смотрят, что там написано. Это одна из вариантов также презентации. Я не видела, чтобы, когда я только высылаю реферальную ссылку, человек сразу зарегистрировался. Такого не бывает. Но он рассматривает, потому что там есть несколько вариантов. Обычно я отправляю, если это с инвестиционным пакетом, предложение, то я отправляю то, что особенно меня трогает. Меня трогает эта экология и, конечно же, безопасность. Вот, я так думаю, что многих людей это также струнки такие трогает. И всегда можно, когда я отправляю, указываю имя своего потенциального партнера или клиента. Если я отправляю предложение «Возможность бизнеса», то я прописываю это предложение о возможностях. Что это даст, тоже на одну минуту, чтобы человек прочитал, и также с вложенными роликами. Напишите, пожалуйста, для вас домашние задания, как бы вы это прописали. В следующем моем вебинаре я могу также рассказать о своих текстах, о своих заготовках. И также мы будем говорить о психологии возражений, психологии мышления бедного человека и богатого человека. Переходим дальше. Организация онлайн-встречи. Итак, мы договорились, допустим, в четверг мы, человек посмотрит, на пятницу договорились, что выйдем на связь. Выходим на связь через скайп или через зом. Как удобно человеку, то есть я спрашиваю, как удобнее через зом или через... Вы знаете, многие люди не установили зом. Ну, не знаю, не проводят они конференции, но скайп практически сейчас у каждого человека есть. Вот. И, вы знаете, я на всякий случай договариваюсь, ну, допустим, вы как новичок, на всякий случай вы можете договориться со спонсором, чтобы он подхватил и вышел вместе с вами минут на несколько минут и поддержал разговор. Может быть, ответил на вопросы или поздоровался с вашим партнером, может быть, дал небольшое видение человеку. И, конечно, на компьютере или на смартфоне вы также подготовите материалы, чтобы вовремя человеку, с человеком поделиться экраном. Я поделюсь... Чем я делюсь? Я могу поделиться экраном, я могу показать... Если я говорю о бизнесе, я показываю свой собственный бэк-офис. Я с человеком... Я не показываю свои акции, я не показываю свои вознаграждения бонусные. Нет. И для этого у нас в бэк-офисе есть глазок, да, который закрыт. Есть закрытый такой глазок. У меня они всегда закрыты. Зачем это делается? Не надо это все афишировать. Деньги любят тишину. Ваши деньги. Однако же, что я могу показать человеку? Я показываю... Статистику могу показать. Я могу показать структуру тех партнеров, которые у меня есть. Я могу показать выйти, открыть план вознаграждений. Я могу показать события дальше, где у нас проходят вебинары, вебинарную комнату. Я могу показать инвестиционные предложения. И, конечно же, тот аспект возможностей, который таит наш бизнес, я это могу сделать экскурсию. Человек, если он открыт к возможностям, он это слушает, воспринимает. Если мы выходим на онлайн-встречу, и человек говорит, ну, ладно, я хочу открыть для себя рассрочку, но бизнес мне не надо, я не хочу, я не хочу себя афишировать, ничего не предлагайте. Я рассматриваю с ним только тот запрос, который он выбирает. И мы открываем и открываем выгодность для него того или иного предложения. Хочу вам сказать, что я никогда не рассматриваю с человеком сразу низкие, сразу маленькие пакеты. Я иду от предложения количества долей, а не от денег. Потому что есть люди, которые считают, что они сэкономят деньги клиента, и они предлагают пакеты за самую низкую стоимость. Я показываю человеку, сколько долей он будет иметь, и насколько это выгодно будет в дальнейшем. А уж в дальнейшем человек, он определяет, приобретет он этот пакет или не приобретет. Или он скажет, ну хорошо, это классные такие пакеты с большими долями, да, мне они нравятся. Можно ли я начну инвестировать? Может быть, с небольшого пакета, потому что у меня, и он обосновывает там свою ситуацию. О чем я говорю? Можно. Конечно. Давай я тебе помогу. Откроем с тобой твой личный бэк-офис. Вот. Я вот показываю, да, треугольник встречи. Во времени показала, да. Так. Вот таким вот образом мы можем выходить на связь. Да. Три варианта отношения к предложению. Человек говорит, как интересно, расскажи поподробнее. Да. Это о чем я уже говорила с вами. Есть еще один сценарий. Он говорит, нет, это не пойдет, это не для меня. Окей. Хорошо. В таком случае я говорю, ты знаешь, Александр, все в мире меняется, все изменяется. Давай поступим таким образом. Могу ли я, я сохранила твою почту, да, могу ли я иногда высылать тебе новости о нашей компании, и ты сможешь наблюдать, каким образом наш проект развивается, и может в дальнейшем мы с тобой снова вернемся к данному предложению. Возможно ли это? Он говорит, ну да, почему бы нет, можете отправлять. И таким образом у меня остается контакт с этим человеком. Я никогда не прерываю связи, и для меня каждый человек очень важен в своем собственном аспекте. Я не забываю этого человека. Если я пообещала, я высылаю ему тот или иной пакет предложений. Не предложений, а новостей, может быть, развитие идет, хорошее развитие в Арабских Эмиратах. Я могу этому человеку отправить. Это не факт, что он мне отправит благодарность, да, никто еще никогда не отправлял, но я знаю, что люди интересуются, смотрят, и то, что рынок, он меняется, и все в мире течет и меняет свою структуру. Дальше. Не да, не нет. У человека бывает такое, что он говорит не да, он не говорит да, он и не говорит нет. А он сразу же вперед выставляет возражение. Ты знаешь и начинает собственные полностью мысли тебе транслировать. Вот с этим вариантом мы с вами проработаем в конце. В конце. Вот это хороший вариант. То есть самый классный, да, это как интересно, расскажи поподробнее. И здесь мы начинаем с человеком работать. А тоже отличный вариант, это когда человек, вот третий вариант, да, когда у него есть сомнения. И здесь это у вас, это ваши помощники возражения, чтобы понять, что человек, что человек останавливает. Ну и здесь, да, три развития ситуации, которые мы, может быть, я уже к ним, на них останавливалась, да. Отправить реферальную ссылку, если помочь человеку зарегистрироваться, да. Это как раз человек, он говорит, да, классно, здорово. Обсудить предложение по инвестициям и партнерской программе. Второй, да, это то, что не настаивать, поблагодарить, отправить информацию о развитии проекта. И третий, это работа с возражениями. Да, и следующее, это организация личной встречи. Вот личная встреча, я уже касалась этого момента, да, что личная встреча для меня, это, ну вот если лично для меня, это самое приемлемое, самое лучшее. То, что я привыкла проводить именно личные встречи. Я люблю человеку смотреть в глаза, не через компьютер, а через, может быть, за чашечкой кофе или за чашечкой чая, и обсуждать с ними, послушать его, услышать, поговорить с этим человеком. И структура, да, структура с человеком, ну, общение, то есть я сейчас это беру также из классики. Вы сможете применять эти вещи в своей собственной деловой работе. Вот. Человека нужно слушать. Я говорю, вот здесь, говорится, первичный контакт устанавливается. Ну, вы знаете, как можно устанавливать контакт? Это активное слушание. Послушать человека, если этот человек вам знаком, то, конечно, послушайте, как дела, может быть, вкратце, да, может быть, он расскажет сегодняшнюю ситуацию, положение, чем он занимается, может быть, какой у него настрой на будущее. Можно задавать какие-то вопросы. Нужно слушать человека. Потому что, когда вы приходите на встречу и начинаете и так таймер, у меня полчаса времени, я тебе даю, да, нет, следующее, это слишком жёстко. Человек видит, что вы лично в нём не заинтересованы, и вот это вот доверие не возникает у него к вам. И он понимает прекрасно то, что с его людьми, может быть, в дальнейшем, в будущем вы будете поступать именно так же. Хочу привести вот такой один пример. Однажды я пригласила одного молодого человека на встречу, то есть не я пригласила, а мой партнёр по бизнесу, девушка одна, она пригласила в кафе, она, видно, сделала мне промоушен, представила меня как эксперта в области инвестирования, и мы встретились с этим молодым человеком, и он пришёл на встречу, пришёл, сел напротив, я никак не могла его разговорить, я никак не могла понять, в чём дело, я не могу начать беседу, когда человек, он сидит, говорит, ну я пришёл, я пришёл послушать, послушать вас, что вы мне предлагаете? Ну он так и не раскрылся, он единственное, что сказал, как его зовут и всё, ничем он занимается, и наша встреча, она не состоялась. Я не могу говорить с человеком только тогда, когда он закрыт, и всю встречу, когда он пришёл, он сидел вот так, скрестив руки. Это та закрытость, та закрытость, жёсткая закрытость, которая приводит встречу к нулю, это просто потерянное время. И поэтому, я сказала, но, к сожалению, наша коммуникация, знаете, она не состоялась, давайте мы с вами как-нибудь встретимся в следующий раз, или поговорим с вами онлайн, то есть, если вы будете открыты. Дальше. Активное слушание. Есть люди, которые, когда их спрашиваешь, как дела, говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, то есть, нужно прервать тихонечко, то есть, ещё одна крайность, слушать, послушать, прерывая мы, может быть, такими моментами, может, заказать чашечку чая, человек останавливается, ну да, а потом перевести разговор на другой этап, на другой момент. А, кстати, какие новости у тебя на работе? То есть, если человека понесло, он рассказывает, как дела в личной жизни. И здесь уже тоже продолжать активно слушать. Вот. Я, знаете, однажды встретилась с одним сетевиком, с одной женщиной, и мы с ней разговаривали. Я её спросила, как у тебя дела в твоём бизнесе? Да, она стала разговаривать, она стала рассказывать. Она говорила, говорила, говорила. Я видела, что не всё хорошо. Я говорю ей, хорошо, в таком случае, есть несколько вариантов твоего бизнеса, исхода событий. Компания закрывается, у тебя исчезают клиенты, да, дальше, твой вариант какой? Ты остаёшься ни с чем. У тебя есть просто список контактов, список имён. Скажи, скажи, пожалуйста, вот тот актив, который ты создаёшь в твоей сетевой компании, о чём ты говоришь, что возникли проблемы определённые, да, тот актив, который у тебя есть, что с ним? Он остаётся активом? Он приносит тебе в дальнейшем доход? У тебя просто остаётся список клиентов, список сети, может быть, те люди, которые что-то хотели, они не добились в исчезающей компании. Я говорю, я была на твоём месте однажды. И что я поняла? Что очень важно строить источник дохода, когда ты инвестируешь деньги, инвестируешь в определённую ценность, и потом в дальнейшем это будет приносить тебе дивиденды. В сетевой компании нас этому никто не учил. Никто не учил. Инвестиция идёт только в товар, только в обучение, только в сеть и только в время. И в самому себя. Но чтобы отложить деньги и не волноваться о будущем, здесь это уже твоя личная заинтересованность. Это уже твой личный аспект. Так вот, я говорила с ней, Светлана. Так вот, Свет, давай поговорим о том, что ты отложила. Давай поговорим о том, что ты упустила в твоём моменте работы. И у нас уже, вы знаете, у неё были действительно квадратные глаза, она не думала по этому поводу. Вот. И мы уже переходили на тот разговор. И мы уже перешли именно на тот момент, что да, когда ты ведёшь какое-то дело, какой-то бизнес, или у тебя есть сетевая компания, или так далее, откладывай, инвестируй. Вот. А куда уже? Это уже второй момент. Куда? Есть люди, которые вкладывают, это грамотные сетевики, но есть те люди, которым это никто не говорит. Потому что, когда строится сетевая компания, сетевая компания, да, то по максимуму, по максимуму спонсор заинтересован, чтобы все деньги человек нёс именно в тот товар, в квалификацию именно в данной компании, а не куда-то в другую. Вот. Так. Что-то я отклонилась, да? Насколько это интересно вам, я не знаю. Вот. Но я, по-моему, ага, так, тут вот люди приветствуют, да, с 14-го года. Так, у нас такие классные инвесторы, да. Так, ну что ж. Коммерческая беседа, когда мы заинтересовали человека, когда у него загорелись, глаза заблестели, в этот момент, в этот момент важно остановить, сказать себе стоп. Когда я говорю себе стоп, это то, что мне очень хочется много говорить о технологии, как говорится, Остапа понесло. Но сказать себе стоп, как только у него загорелись глаза, и нужно перевести на нашу цель, которую вы поставили перед собой. Допустим, вы поставили цель, какая? Вести человека в бизнес, да, и сразу же мы переходим на регистрацию человека. Давай я тебе дам сейчас, прямо сейчас откроем тебе инвестиционный кабинет, и прямо с твоего кабинета я тебе покажу возможности компании. Мы переходим, да, мы делаем себе стоп и переводим именно на ту цель, что мы поставили перед нашей встречи. И человек, а, ну, почему бы и нет, если он заинтересовался. Я говорю, ты знаешь, в любом случае, если он волнуется, думает, что это к чему-то его обязывает, я говорю, в любом случае тебя это ни к чему не обязывает. Но ты для себя получишь очень много возможностей в каком плане. Ты можешь следить за новостями компании, ты здесь можешь открыть для себя, прочитать все документы, все бумаги, 100 вопросов, 100 ответов. Ты можешь рассматривать выгодное предложение. И это абсолютно бесплатный кабинет. Абсолютно бесплатный. Он останется закрепиться за тобой навсегда. Вот. Человек этому благодарен. То, что ты ему помогаешь. Это первая помощь. И моя цель, и моя задача как раз на моей коммерческой встрече, чтобы помочь человеку. Помочь человеку открыть возможность инвестирования. Чтобы этот человек на будущее для себя взял вот эти вот пакеты и в будущем получал дивиденды, в будущем он получал для себя, для семьи возможности большие, доходы. то есть для меня эта встреча это очень значимая. То есть я несу человеку выгоду и говорю с ним на его языке. Чувствую его. Дальше. Я не могу не затронуть вот этих моментов. корпоративные материалы при личной встрече. Вы знаете, вы можете не все сразу с собой носить, что-то выбирать. Что-то выбирать. корпоративные материалы. Я сюда могу акцентировать распечатанный список инвестиционных пакетов. Посмотрите, почему я сюда его вставила, да, вот перечень распечатанный список инвестиционных пакетов. Только потому, что у меня по опыту моему также была встреча. Я привела, принесла очень много материала по технологии, по всему и так далее. Но принесла свой компьютер для того, чтобы выйти в интернет. В интернет в кафе мы выйти не могли. Мы ничего не могли сделать. И я с ужасом для себя поняла, что список инвестиционных пакетов я не могу ему показать. То есть остается мне только рисовать на бумажке. И в таком случае я на следующую уже встречу сделала для себя список. Распечатанный. И ручку листочек. И дальше уже с легкостью я могла не надеяться на интернет, не надеяться ни на что, а надеяться на старый верный способ. Такой старый верный способ рукописный. Ну и не всегда можно брать с собой компьютер. Сейчас очень много возможностей дает смартфон. И с помощью сейчас есть классное также еще приложение в компании это визуализация. Буквально недавно у меня есть чат и один молодой человек он отправил в чат прямо он видно вот эту вот визуализацию от компании навел на свою собственную улицу и там поехали наши уникальные юнибайки юнибусы наш транспорт все это он озвучил и выложил в наш чат. И вы знаете для меня это было очень радостно и люди его стали поддерживать вау классно здорово это трогает людей и это один из инструментов на личной встрече также вы выходите на улицу или вы можете показать вот эту визуализацию в вашем городе выходите на улицу и показываете эту визуализацию вот посмотри как это может быть здесь и так далее человек вау здорово и многие возражения также или встают или отпадают так дальше материалы вот такие они у меня есть у меня даже есть такая сумочка симпатичная на одном из семинаров я ее купила вот и ношу здесь в свои материалы дальше успешная продажа здесь это все так же перекликается с тем о чем я говорила вот вот и при успешной продаже о чем я еще с человеком могу поговорить люди очень боятся платежных систем некоторых каким образом заводить деньги и когда я открываю человеку ему его бэк-офис я показываю я показываю способ верификации и после того что когда человек верифицируется он может заводить деньги то есть я показываю каким образом можно пополнить основной счет и вот и показываю также кошельки с помощью каких кошельков человек также может воспользоваться и пополнить пополнять некоторые люди они говорят да а что у вас можно пластиковые карты а можно еще этим а можно еще этим да возможно и я говорю какой способ ты выбираешь какой способ это так же как альтернатива такая для того чтобы человек он смог завести деньги был тоже такой вот пример один молодой человек говорит а у меня есть деньги на таком то кошельке могу ли я сейчас прямо оформить оформить да рассрочку я говорю да конечно и этот человек он прямо имея на этом кошельке деньги он завел их и он был в принципе благодарен так есть люди которые спрашивают а как ты стала инвестора а как ты а что происходит сколько у тебя людей в группе а как ты ведешь это дело и я беседую с людьми говорю свою историю и моя история она такая что я стала здесь развивать бизнес от продаж сначала я сделала инвестицию я сделала инвестицию в 2015 году и долгое время я не занималась бизнесом привлечения людей я не строила здесь команду может быть потому что я не увидела возможности у меня было у меня был проект у меня был другой бизнес в котором было все хорошо но я здесь увидела для себя возможности со мной спонсор мой поговорил когда у меня вдруг стало все валиться из рук когда у меня стало все рушиться в моем бизнесе да и она мне показала возможности и я взяла их в 2017 году и сейчас у меня около тысячи человек которые являются клиентами многие успешно развивают здесь бизнес вот я знаю людей в нашей компании у которых большие структуры большие квалификации вот но то что я все-таки взяла это направление я очень рада я говорю с человеком открыто я говорю с человеком о потерянных возможностях то что я не сразу увидела я говорю с человеком о том что когда я увидела эти возможности я тут же стала говорить с теми людьми со своими партнерами по прошлому бизнесу я стала очень активно делать привлекать и я стала здесь учиться формировать группу формировать команду и стала зарабатывать только здесь вы знаете сейчас кризисное время очень многие люди они сталкиваются с выбором с выбором своего бизнеса в дальнейшем и для них это ваше предложение будет лучшим предложением идите к ним и говорите с ним об этом положение догоняющие когда мы человека это один из приемов одна из фишек когда мы человека оставим положение догоняющие то есть завершаем встречу такими таким разговором знаешь тысячи людей уже присоединились к проекту успевай да сотни людей уже прокатились на струнном транспорте в экотехнопарке хотел бы ты прокатиться да поехали вместе то есть мы продолжаем вот такой вот разговор с человеком и укрепляем наши позиции успевайте так как финансирование в проект уже на четырнадцатом этапе дальше пятнадцатый вот и потом дальше еще раз можно небольшое видение показать это положение догоняющие здесь самое приемлемое итак итак я хочу уже скоро заканчивать наш вебинар не могу не сказать о формуле работы с возражениями я знаю что я этого коснусь в следующем моем вебинаре в некотором психологии мышления да богатый бедный человек и так же с возражениями коснемся многих возражений поэтапно но что я сейчас хочу сказать что есть возражения понимаю понимаю чувствую обнаружил понимаю понимал чувствовал обнаружил с человеком нужно ни в коем случае не спорить послушайте что человек говорит слушайте дайте человеку понять что понимаете его чувства человек он может говорить всякую чушь может быть какая-то у него прошлое заноза вылазит какое-то прошлое чувство именно чувство вы понимаете а не логику его рассуждения таким образом вам легче будет себя сдержать чтобы не спорить очень важно себя не распалить и не поддаться вот этому он вам говорит одно вы ему другое и тут пошла дискуссия когда человек спорит то он не хочет своих позиций убирать свои позиции он хочет быть важным хочет что-то доказать да он хочет быть правым второе да расскажите ему что вы чувствовали то же самое или что-то подобное можно сказать об этом своих чувствах ты знаешь я чувствовала то же самое или что-то подобное вы можете рассказать. И третье. Покажите человеку другую точку зрения. Допустим, ты знаешь, я чувствовала то же самое, однако я послушала того-то, того-то, или я вышла на сайт, я посмотрела, а ты знаешь, я вышла и стала больше разбираться, или я чувствовала то же самое, у меня куча было возражений, однако же я услышала или я увидела. И переведите человека, может быть, на другую точку зрения, на какой-то аргумент. Для того, чтобы не спорить, нужно тренироваться. И я точно знаю, что у вас это получится. И вот запомните эту формулу и применяйте её. Когда вы подписали партнёра, пригласили при партнёрском соглашении моральный контракт. Моральный контракт в чём? То есть мы не отпускаем человека просто так. Ну что, поздравляю, давай ты герой, давай вперёд и так далее. Нет. Моральный контракт в чём? Я помогаю тебе проводить первые встречи, я помогаю тебе обучать навыкам работы, уделять время твоим клиентам и твоим партнёрам. Я это проговариваю, проговариваю на словах. А также с твоей стороны – это уделять время новому делу, стремиться к цели, мы с тобой вместе её будем ставить по бизнесу, создавать список контактов, планировать встречи, быть на связи со мной, изучать материалы, быть на обучении. Ты готов? Человек говорит – да. Это соглашение. И таким образом мы заручились этим соглашением. И когда в дальнейшем человек, он может сникнуть или забегался у него, может быть, не выходит на связь, мы ему звоним и говорим – слушай, мы с тобой договаривались, мы договаривались с тобой, что ты будешь уделять этому новому делу время. Где ты? Где твои контакты, встречи? И он вдруг начинает оправдываться – ну знаешь, ну это, ну вот нет времени. И тут можно напомнить человеку о его целях, о его мечтах, о том, что можно здесь, о той возможности, которую человек упускает. И перевести также. Перевести также на план. Ты знаешь, завтра у меня в скайпе или в зуме деловая встреча с таким-то человеком. Я знаю, что у тебя есть, допустим, такие-то, такие-то партнеры по бизнесу. Или у тебя есть знакомые. Присоединяйся. Я жду тебя в такое-то время. И снова подхватываем человека и дальше можно с ним передоговариваться. Когда мы договариваемся о чём-то, можно передоговариваться. Если человек что-то не выполняет, можно будет не упрекать, не критиковать, а передоговориться. Хорошо, если мы с тобой договаривались, что ты будешь каждый день уделять время, давай с тобой договоримся о том, сколько времени ты в неделю будешь уделять этому бизнесу. Он говорит, в неделю, допустим, там 4 часа. Окей, договорились, я это записываю. И в таком случае мой договор с человеком всегда я буду аргументировать, я буду с ним держать связь. И это будет у нас такое обоюдное соглашение нашей деятельности. И также у меня будет выход на расширение его бизнеса и моего однозначно. Итак, запишите, пожалуйста, те книги, моя рекомендация, книги по продажам и переговорам. Тех монстров, как говорится, экспертов в продажах, монстров в переговорах. И это приведет вас к тому успеху, который вы планируете. Для меня очень важен человек, с которым я лично знакомая, у которого постоянно учусь. Это Игорь Рызов, переговоры с монстрами. Его книги я прочитала и также бывала на нескольких его тренингах. Постоянно слушаю его видеоролики, как вести переговоры. И учусь у этого уникального человека, наш соотечественник. Дальше. Владимир Лавров. «Богатый мозг». Несколько книг. Удивительные книги. Александр Левитас. Убедили, беру. Техники продаж. Классные техники. Мария Саладар. Воронка продаж в интернет. Инструменты продаж и повышение среднего чека в бизнесе. Возьмете многие техники работы через интернет. Это важно для вас. Учитесь этому. Соединяйтесь с миром интернета. И, как говорится, вперед. Ну и, конечно, это классика. Роберт Чалдини. «Будь тем, кому всегда говорят «да». Черная книга убеждений». Желаю вам успехов. Если есть какие-то у вас пожелания, напишите, пожалуйста. Если хотите написать какой-то вопрос, также можете написать. В записи будет обязательно. И смотрите на ресурсе Skyworld Community. И сейчас, если у вас какие-то вопросы, пожелания, насколько я вам помогла сегодня, насколько я вам была полезна, тоже можете это отметить. Я рада с вами общаться. И я знаю, что многие-многие люди в записи также смогут получить какие-либо фишки для себя. И до следующего вебинара в июле месяце. Следите за новостями. И также смотрите и следите вебинары нашей компании. Многие лидеры выступают. У них также есть масса различных фишек, которыми можно воспользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...